Приветствую тебя, курсант компании Эмника на первом занятии. Прежде чем ты начнешь осуществлять свою лечебную практику в плане эмоций и других вещей, ты должен понимать, что ты делаешь. И моя задача сейчас тебе объяснить. Каждый клиент или пациент, который к тебе пришел со своим нездоровьем, почему-то имеет то, что имеет. Сейчас мы с тобой разберем на самом деле, что такое здоровье. Если кратким тезисом, то здоровье – это способность тела, организма человека адаптироваться к окружающей среде и взаимодействовать с ней. Для этого существует много механизмов в теле, пока мы все их не будем разбирать. Давай попробуем представить это в виде графического рисунка, который используется в прикладной кинезиологии. Представляется в виде треугольника равнобедренного с окружностью вокруг. На одной стороне треугольника написано «Структура». На другой стороне треугольника написано «Биохимия». Мне не очень импонирует это слово, потому что ты, наверное, из первых слайдов в инструкции посмотрел, что такое эмоции. Поэтому я предпочитаю слово «психика». Психика либо психоэнергетика, потому что она неразрывно связана с энергией тела человека. Итак, существуют три стороны треугольника. Что же такое структура? Структура – это все материальные вещи, которые есть в теле. Ногти, зубы, волосы, прямая кишка, легкие, сердце, глаз и так далее. То есть любое материальное что-то, что представлено в человеке. Соответственно, повреждение структурной части тела человека, ну, допустим, ушиб руки, он неизбежно ведет к возникновению эмоционального компонента в голове, в мозге, да, и возникновению биохимического компонента, то есть изменения. Допустим, в месте ушиба появляется отек, возникает повышение температуры, сужаются сосуды, меняется состав крови, где тромбоциты будут увеличивать свою активность. Это биохимические реакции, но произошедшие в результате структурного повреждения тела. Также будет эмоциональный компонент в виде, да, матерных слов и, возможно, обиды, возможно, гнева, злости. Это результат взаимодействия с внешней средой. Биохимия. Биохимия – это то, чем ты питаешься. Многие, меняя свой рацион питания, достигают определенных результатов в виде эмоционального состояния, становятся легко, хорошо, эйфории и так далее. И структурных изменений в виде сброса излишних жировых отложений, возможно, увеличение эластичности мышц и так далее. Эмоциональный компонент. Эмоциональный компонент – очень коварный компонент. Он присутствует практически при любых дисфункциях, но бывает так, что эмоция рождает болевые синдромы, и это называется психосоматикой. Также изменение настроения человека меняет биохимию человека, в том числе крови. Таким образом, изменение в какой-либо стороне треугольника неизбежно ведет к изменениям в остальных. И если это будет нарушение, то треугольник будет перекашиваться. Дальше. Кто-то всем этим управляет и кто-то все это видит. И это нервная система. Нервная система в своем составе подразделяется на центральную нервную систему, вегетативную, витальную нервную систему. Вегетативная нервная система, в свою очередь, подразделяется на симпатическую, парасимпатическую, метасимпатическую нервную систему. Пока мы не будем об этом говорить. Ну и, соответственно, нервная система знает все обо всем. И, соответственно, благодаря тому, что она знает все обо всем, она может регулировать в теле то, что нужно регулировать. Это главный шеф. Также обозначаются вот такие аббревиатуры НВ и НЛ. Это нейроваскулярные рефлексы, нейролимфатические рефлексы. Как ты понял, из слова нейро, это означает, что это напрямую связано с нервной системой. А нейроваскулярные рефлексы – это рефлексы артериального русла, сосудов. А нейролимфатические, лимфатические, соответственно, это связано с лимфой. Так вот, воздействуя на определенные точки нейроваскулярные на черепе и нейролимфатические на теле Можно добиваться определенных терапевтических эффектов, связанных с улучшением функции внутренних органов, что, в свою очередь, ведет к улучшению эмоционального плана. Также есть система циркуляции спинномозговой жидкости. Этим занимаются остеопаты. И на этом работает краниосакральный механизм в теле. Соответственно, спинномозговая жидкость – это жидкость, которая тоже напрямую связана с мозгом. Я бы сказал уже так, она реализуется мозгом. И есть система Акупунктура Меридиан Систем на английской аббревиатуре. Это система меридианов человека. Система меридианов человека совпадает с ходом сухожильно-мышечных меридианов, которые были открыты чуть позже. Но в любом случае она таким же образом может регулировать либо давать ресурс для других систем. Вот этот графический рисунок создан Джорджем Гудхардом, основателем прикладной кинезиологии. Сейчас некоторые авторы переделывают это представление о здоровье. Но суть остаётся примерно следующей. В теле есть структурные нарушения, точнее присутствуют структурные компоненты, биохимические, психоэнергетические и неврологические. Есть ещё один компонент, который нигде не добавляется, но который присутствует. Мы добавим его в район нервной системы. Это собственные регуляторные механизмы выживания отдельных единиц. Ну, назовём это СМАЯ. Собственные механизмы автономных единиц. Что это значит? А это значит, что когда повреждается что-то в организме, каждый орган и каждая ткань стремится убрать повреждения, даже если нервная система об этом повреждении не знает. Таким образом, здесь участвует отчасти метасимпатическая нервная система. Это взаимоотношение нервных ганглиев внутри органа для регуляции восстановления своих биоритмов и своего обмена веществ. И по большому счёту, очень много людей живёт на том, что некоторые органы работают автономно. Да? Была какая-то травма, орган справился с травмой и живёт в этом автономии. Вот это всё для тебя даёт следующее понимание, что ты можешь воздействовать на тело и на его структуры таким образом, зная практики работы на структурных единицах. Там мануальная терапия, вправление позвонков – это работа на структурных единицах. Там массаж тела – это работа на структурных единицах. Биохимия, гомеопатия, приём каких-то лекарств, вегетарианство – это изменение биохимии. То есть ты можешь давать человеку определённые нудриенты для решения его проблем. И есть психоэнергетика. Соответственно, если ты умеешь работать иглами, либо ты знаешь акупунктурную систему и можешь работать над давлением точек, второе – ты можешь работать с эмоциями как психолог. Мы будем работать с тобой следующим образом. Мы будем стараться охватить как можно больше сфер влияния, работая в одной концептуальной модели. Так и выглядит энергопсихология. Ты будешь работать с энергетикой, ты будешь работать с психикой, и ты будешь работать в какой-то степени со структурами мозга. Поэтому вот это всё ты запомни, сделай для себя выводы. Продолжим дальше. Структуры. Нейроваскулярные – это работа на кровеносном русле с сосудами. Это работа на лимфатической системе. Можешь работать как остеопат на выслушивании каких-то ритмов тела. Можешь работать на меридиональной системе. Можешь работать на собственных местных автономных единицах. Техники существуют разные. Я тебя прошу, переходи к следующему видео, где я покажу общую концепцию взаимодействия и адаптации тела к внешней среде. Жду тебя в следующем видео.